Приветствую вас во второй части трилогии увлекательных видео про воду. И в этом выпуске вас ждут целых 10 удивительных экспериментов с водой. Этот трюк большинство из вас уже видели на просторах интернета. Если уменьшить температуру воды ниже точки замерзания, то есть ниже нуля градусов по цельсию, то вода станет переохлаждённой жидкостью. Когда у воды нет центров кристаллизации, лёд просто не может образоваться, ему не за что зацепиться, и такая вода может существовать жидкой даже при отрицательной температуре. При сильном ударе из воды выделяются пузырьки воздуха, которые и станут центрами кристаллизации, и вся остальная вода за пару секунд превратится в лёд. Такой трюк получится только с дистиллированной или хорошо фильтрованной водой. Внимание, вопрос, а если я выстрелю в бутылку с переохлаждённой жидкостью, успеет ли она вытечь? В качестве ответа используется самодельное пневматическое ружьё калибра 4,5 мм. Точно так же переохлаждённая вода будет превращаться в лёд, если выливать её на лёд. Торчащие углы кристаллической решётки льда будут становиться центрами кристаллизации для льющейся сверху переохлаждённой воды, и она будет сразу же замерзать. Сплошная физика, никакого волшебства. Кстати, а вы знаете, почему воду не рекомендуется греть в микроволновке? Если за ней не уследить, она нагреется выше температуры кипения, и запасённой теплоты хватит на то, чтобы она резко взрывообразно закипела при появлении пузырьков. Например, если вы начнёте заваривать себе чай. И конечно же это приведёт к ожогам, поэтому не делайте так. Вы скорее всего знаете эксперимент с разложением видимого света на спектр, говоря простыми словами получения радуги при помощи треугольной стеклянной призмы. Такой эксперимент можно повторить в домашних условиях, используя небольшую ёмкость и зеркальце. Крепим зеркальце к одной ёмкости скотчем или пластилином под некоторым углом, ставим её на солнце и заливаем воду. Зеркало должно быть направлено в сторону солнца. Аккуратно настроите его положение так, чтобы видеть солнечный зайчик, и дождитесь пока вода успокоится. Отражённый зеркалом солнечный зайчик окажется разложенным в спектр, и вы увидите, как вроде бы бесцветный дневной свет создаёт яркие и насыщенные цвета из радуги. Кстати, цвета намного более насыщенные, чем смогла записать камера, в реальности это прям концентрат цвета. Обязательно повторите этот эксперимент. Зеркало кстати не обязательно должно быть погружено в воду полностью, какая-то его часть может торчать наружу. Как вы помните из моего видео про вакуумную камеру, температура кипения воды снижается при понижении давления. Для демонстрации этого свойства вакуумная камера совсем не обязательно, хватит обычного шприца. Наливаем в него немного воды, избавляемся от лишних пузырьков, зажимаем кончик пальцем и вытягиваем поршень. Внутри образуется вакуум, и вода закипит при комнатной температуре. Ведь кипение – это всего лишь интенсивное испарение воды самой в себя, в этих пузырьках находится в водяной пар. Налейте воду в стакан и плотно закройте его листом бумаги, затем резко переверните в стакан. Вода не выльется, потому что атмосферное давление будет плотно прижимать бумагу. Ух ты ж ё! Потренируйтесь, прежде чем демонстрировать данный трюк. И не используйте слишком тонкую бумагу, она очень быстро промокает и перестает держать форму. Это эксперимент показывает оптические свойства воды. Сейчас стрелка показывает налево, но как только я добавлю воды, получится большая линза, которая перевернёт изображение стрелки и теперь она будет показывать направо. А теперь давайте прервёмся на пожалуй самый невероятный трюк в этом сборнике. Затем достаю из него динамик, который просто клею на корпус при помощи двухстороннего скотча. Далее прикрепляю ПВХ шланг к крану при помощи штуцера и изоленты, а затем сам шланг я приклеиваю к динамику на двухсторонний скотч. Врубаем воду и пробуем прибавить громкость. Такое ощущение, что время остановилось. Но это всего лишь обман зрения, а точнее обман камеры. Суть эксперимента состоит в том, что моя камера снимает 30 кадров в секунду, и если я выставлю на динамике частоту в 30 герц, то есть 30 колебаний в секунду, я смогу видеть каждый раз одно и то же положение динамика. А так как динамик напрямую управляет положением водяной струи, на каждом кадре этого видео будет одно и то же положение, так как частоты совпадают. Но если я начну изменять частоту вибрации динамика, то вода перестанет быть неподвижной и начнет самым магическим образом затекать в трубку или вытекать из неё, и повышение и понижение частоты буквально на пару герц. Вот такой вот забавный эксперимент. Чтобы показать, что это не обман и не after effects, я покажу струю воды через камеру смартфона, частота кадров на котором отличается. Кто заинтересовался, ссылку на программу генератора частот я оставил в описании под видео. Как вы думаете, может ли обычная иголка плавать? Давайте попробуем. Оказывается, может. И всё это благодаря поверхностному натяжению воды. Иголка прямо таки лежит на этой тонкой плёнке и даже её проминает. Есть более простой способ заставить иглу лезть на поверхность воды. Положите кусочек туалетной бумаги, а на него сверху иголку. Затем аккуратно затопите бумагу, а иголка останется лежать на поверхности. Кстати, именно поэтому водомерки бегают по воде, благодаря всё тому же поверхностному натяжению. И напоследок ещё один прикольный трюк с поверхностным натяжением. Намажьте мылом кончик обломка зубочистки и опустите этот кораблик в воду. Благодаря свойству мыла снижать поверхностное натяжение будет возникать неоднородность, которая будет толкать ваш кораблик в сторону противоположную мыльному двигателю. И на этом выпуск подходит к концу. Пишите в комментариях, какой из экспериментов вам понравился больше всего. И смотрите остальные видео из цикла про воду. Они не менее интересные, чем этот. С вами был Алекс Гайвер, до встречи.